Клапан Теслы И одна часть потока начинает противоборствовать той части, которая движется вперед Таким образом у нас весь поток замедляется Если с другой стороны у нас поток идет, то он не встречает на своем пути каких-то преград Просто проходит и вылетает со свистом Да, весьма интересно Основное преимущество этой конструкции заключается в том, что здесь нет подвижных частей каких-то То есть это в принципе вечный обратный клапан Но максимальной эффективности это устройство достигает при импульсной подаче вещества То есть когда у нас импульсами, к примеру, та же самая вода подается Я на самом деле очень много искал информации как, что, где, как это все применяется Да, применяется в различного рода глушителях Я подумал, что вполне вероятно можно это устройство применить в фильтрационных аквариумных системах Банально фильтра там, где у нас используется биозагрузка различная Там, где не нужен супер сверхмощный поток И поначалу подцепил я маломощную помпу Разницы какой-то я не заметил То есть и в том направлении, и в другом направлении поток двигался примерно одинаково Видно по вылетающей струе Дальше я заменил помпу на более мощную То есть в 5-6 раз она была мощнее И если визуально разница, она вообще не ощутимо непонятна То, когда держишь вот этот вот писающий шланг в руках Немножко разница все-таки чувствуется И здесь, конечно же, я думаю, играет роль и площадь сечения самого механизма И режим подачи жидкости в данном случае Но опять-таки импульсная подача фильтрации в аквариумистике Она вообще не оправдана, на мой взгляд Поэтому посмотрим просто, как будет двигаться жижа в недрах этого волшебного механизма Сейчас подкрасим все это дело И будем знать, что вот такой вот все-таки механизм есть Красота! Давайте посмотрим на все это дело в замедленном виде Как же у нас будет проходить жидкость И да, если замедлить в десятки раз картинку Мы видим, что в направлении обратном у нас реально подкрашенная жидкость Идет по всем вот этим вот закоулочкам этого лабиринта То есть она реально пытается замедлить саму себя Весь поток, он вот-вот-вот на протяжении всего механизма Он прослеживается белым, ну беловатым хорошо, вот этим вот цветом В прямом же, если в варианте подключать этот клапан У нас жидкость проходит вообще беспрепятственно И все вот эти вот узелки, все вот эти ушки Они не прокрашиваются Они не прокрашиваются довольно продолжительное время Даже после того, как струя уже начинает выходить другим цветом Таким образом, механизм теоретически Ну и фактически получается, что работает Но запариваться с такой эффективностью в аквариумных целях Лично я на данном этапе не вижу никакого смысла Если понравился подобного плана и эксперимент Обязательно пишите в комментариях Ну а с вами был Аквамен Увидимся очень скоро в новых видео Всем пока-пока, друзья Субтитры сделал DimaTorzok